Больше сотни детей, около 500 взрослых. Столько людей за 5 лет нашли члены Красноярского отряда по поиску пропавших. Организацию не спонсирует государство, волонтерам не платят зарплату, но добровольцы работают ежедневно. Что самое сложное в их работе в третьей серии проекта «Красноярск. Это мы». Телефон здесь не умолкает даже ночью. Руководитель отряда поиск пропавших детей Оксана Василишина говорит, мобильный приходится заряжать по несколько раз в день. Еще больше вопросов люди задают в интернете. Там количество пропавших измеряется уже тысячами. Просьбы о помощи чаще всего поступают от тех, кто кого-то потерял. Но сегодня другой случай. Человек нашелся. Давайте кто у нас пойдет с рациями, наверное, две группы и визитки на каждому, чтобы если при каких-то обстоятельствах могли оставить визитку, чтобы они с нами связались. Это сейчас у отряда есть самое современное оборудование. Рации, подводная камера, навигаторы и эхолоты. Когда отряд только зарождался, в арсенале не было ничего, кроме мобильников и энтузиазма первых волонтеров. Сейчас у организации есть и свое помещение, и система поисков. Началась история этого волонтерского движения с пропажи этого мальчика в апреле 2012 года. Тогда на его поиски вышли 20 человек. Сейчас же отряд насчитывает вдвое больше. Состав команды в основном женский. Ограничений по возрасту, физической или профессиональной подготовке нет. Парикмахеры и юристы, учителя и рабочие. Здесь статус и семейное положение не важны. Главное – стремление бескорыстно помогать людям. Желающих стать волонтерами сотни, говорит Оксана. А вот когда дело доходит до поисков, остаются единицы. Самое сложное – это, конечно, общаться с родственниками, особенно тогда, когда мы ищем пропавшего и понимаем, что исход, скорее всего, будет трагический. Это действительно все пропускается через себя, потому что именно относится к каждому пропавшему именно как к собственной трагедии. На поиски иногда уходят годы. Волонтерам приходится забираться в подвалы, гаражи, проходить по 40 километров по бездорожью. Один из самых тяжелых случаев, вспоминает Оксана, – поиски утонувшего Саши Чернавина в апреле прошлого года. Искать мальчика тогда вышли даже семьи волонтеров. Работали с утра и до поздней ночи. Спустя неделю тело мальчика нашли. Сегодня все окончилось благополучно. Бабушку, которая пропала два дня назад в Солонцах, нашли живой и невредимой сотрудники спорткомплекса. – Позвонили, я бы не догадалась. – Ну, я зашла, но не знаю, что вошли. – Ну, это хорошо, что вот… – А в милицию позвонить, это очень долго. В интернет залезла фотография. Бабушка уже через несколько часов будет в своем доме, а волонтеры поедут на новые поиски. Больше всего, признаются они, радуют то, что люди стали менее безразличными к чужой беде. – Это, наверное, ощущение, что мы нужны, что мы что-то можем изменить, что помочь обезумевшим от горя и от растерянности родственникам, когда уже люди понимают, что они нужны не только полиции, и люди понимают, что они не одни в своем горе. Юлия Чупрова, Сергей Раков, Седьмой канал.